Нурсултан Назарбаев заявил, что Казахстан намерен принять посредническое участие в решении северокорейского вопроса. Глава государства отметил, проблему можно решить, восстановив доверие между США, Россией и Китаем. В связи с чем республика призывает вовлеченные стороны к скорейшему и конструктивному решению проблемы, связанные с ядерной опасностью, которую демонстрирует КНДР. Мы призываем вовлеченные стороны к скорейшему и конструктивному решению северокорейского вопроса. Мы выступаем за предоставление ядерной пятерки, гарантии безопасности КНДР, как важных условий для создания атмосферы доверия, возвращения Пхеньяна за стол переговоров. Казахстан готов принять посредническое участие, предоставить свою площадку. Для переговоров в случае такой необходимости вовлеченных сторон. Также президент отметил необходимость создания зон свободных от ядерного оружия. Глава государства подчеркнул, что усилия по их созданию должны быть предложены на Ближнем Востоке и призвал заинтересованные стороны работать в этом направлении. Но султан Азарбаев предупредил об угрозе новой волны гонки вооружения с использованием научных достижений. В заявлении президент обращается к мировому сообществу, которому следует усилить контроль над созданием и распространением новых военных и информационных технологий, в том числе милитаризацию космического пространства. Выражаю надежду в повестке дня. Мировое сообщество – это единый организм, который силен в своем многообразии, многоукладстве, который может выживать, развиваться при наличии баланса, гармонии между населяющими нашу планету, нациями и народами. Именно поэтому мы должны совместно добиваться более безопасного мира, более справедливого мирового порядка, основанного на верховенстве международного права. Безусловно, то, что в этом деле особая роль принадлежит исторической миссии Совету безопасности Организации Объединенных Наций. Убежден, что в 21-м столетии человечество в силах пройти достойный путь к миру, свободному от угрозы оружия массового уничтожения. Верю, что доверие, воля, разум мирового сообщества, помноженные на энергию коллективных действий, не дадут нашей планете шагнуть в пропасть глобальной катастрофы.